Уважаемые коллеги, в настоящий момент у нас на заседании присутствует 6 членов совета, это достаточно для кворума. На повестке дня сегодняшнего заседания защита диссертации на соискание ученой степени кандидата в физико-математических наук Ионов Дмитрий Сергеевич. Специальность физическая химия, научный руководитель доктор физмат-наук, профессор, академик Российской Академии Наук, руководитель научного направления фотохимии Федерального государственного учреждения Федерального научно-исследовательского центра кристаллографии и фотоника Российской Академии Наук. Альфимов Михаил Владимирович. Так, значит, выполнена работа в Федеральном научно-исследовательском центре кристаллографии и фотоника Российской Академии Наук, оппоненты, оппоненты нам не надо, ведущая организация Федерального государственного бюджетного учреждения науки, Федеральный исследователь из Центра химической физики имени Николая Николаевича Семенова Российской Академии Наук. Значит, проект, заключение, мы совета по диссертации уже раздали каждому члену совета для ознакомления. Слово предоставляется ученому секретарю. Урожаемые коллеги, в диссертационный совет ФФМ поступили документы Ионова Дмитрия Сергеевича. Все документы соответствуют положению МФТИ о присуждении ученых степеней, поэтому мы можем продолжать работу. Значит, есть ли вопросы к ученому секретарю? Ну, если вопросов нет, тогда мы предоставляем слово Дмитрию Сергеевичу Ионову для доклада. Значит, для того, чтобы изложить по существу содержание своей работы и основные положения диссертации. Значит, Дмитрий Сергеевич, пожалуйста, ну вот, 30 минут. Спасибо. Уважаемые члены диссертационного совета, представляю вам свою диссертацию «Фуорресцентные хемосенсорные материалы на основе бета-дикетонатов, дикторида-бора и кремнезиома. К конструирование и исследование». Научно-технический прогресс вовлекает жизнь людей все больше новых химических веществ и материалов, которые могут оказывать негативное влияние на здоровье человека. Многие из этих веществ являются летучими и присутствуют в окружающем воздухе. Для того, чтобы избежать таких негативных воздействий, необходимо оперативно получать информацию о их присутствии. К сожалению, детектирование большинства химических соединений, особенно летучих органических веществ, возможно только с использованием лабораторных методов. Характерным примером являются бензол и другие ароматические селективные соединения, которые, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, канцерогены в любых концентрациях. Хотя для них, конечно, в большинстве стран установлены минимальные пределы безопасные. Проблема детектирования бензола может быть решена на основе флуоресцентных хемосенсорных материалов, которые содержат рецепторные центры, включающие молекулы-индикаторы, изменяющие свои спектральные люминесцентные свойства при взаимодействии с бензолом. Например, таким взаимодействием может быть образование донорно-акцепторных комплексов. В принципе, как раз впервые донорно-акцепторные комплексы как раз и были открыты Бенеша и Гильдебрандом на примере взаимодействия бензола с йодом. Среди комплексов с переносом заряда особое место занимают оксиплексы. Комплексы стабильные в возбужденном состоянии и диссоциирующие в основном. Среди молекул флуорофоров-акцепторов, способных образовывать с романтическими соединениями эксиплексы, для создания флуоресцентных сенсорных материалов хорошо подходят производные дипензолометанаты дифторида-бора, ДБМБФ2. Как показали исследования этого флуорофора в растворах, возбужденное состояние этого флуорофора и его эксиплексы обладают достаточно малыми временами жизни флуоресценции и почти не подвержены тушению кислородом. Для того, чтобы создать хемосенсорный материал, необходимо разместить флуорофор на поверхности в контакте с газовой фазой. С одной стороны, а с другой стороны, необходимо создать как можно большую концентрацию молекул флуорофора, для того, чтобы получить хороший аналитический сигнал, но при этом необходимо избежать эту концентрацию. Данную задачу можно решить, используя матрицы-носители с развитой поверхностью. Одним из наиболее изученных матриц данного типа является кремнезиум, у которого существуют различные структуры, и также его поверхность достаточно легко модифицировать. Все это делает актуальной цель, поставленную в данной работе, а именно конструирование флуоресцентно-хемосенсорных материалов для детектирования бензола на основе флуорофоров, производных для бензоид, метаната дифторида-бора и кремнезиумных матриц и установление взаимосвязей между функциональными характеристиками материала и фотофизическими свойствами флуорофоров, структурой и химическим составом матрицы. Для систематического исследования материалов был разработан экспериментальный стенд, позволяющий создавать и изменять в реальном времени парогазовые смеси, при этом регистрируя спектр флуоресцентра материала в контролируемых условиях. Простейший материал можно получить от сорберов флуорофорной поверхности. На данном слайде приведены спектры ДБМВ-2, царбированного на силикогеле Кромосил-100. При экспонировании такого материала в парах растворителей, например, гексана, воды, ацетонитрила, наблюдается небольшой бутафронный сдвиг, который не зависит от полярности растворителя. При экспонировании в парах ароматических растворителей, бензола, тулуола, ксилола, наблюдается образование диструктурных полос, спектр флуоресцентра которых не зависит от длины волны возбуждения. Спектр возбуждения почти совпадает с спектром возбуждения в парах неароматических растворителей, а положение максимум скоррелирует с потенциалом ионизации ароматических молекул. Кроме этого, в концентрационных зависимостях спектр флуоресцентра наблюдается из эмиссионной точки. Все это говорит о том, что наблюдаемые спектральные изменения связаны с образованием эксиплекса. Кинетики затухания флуоресценции ДБМПФ2 на поверхности силикогеля имеют неэкспоненциальный характер. Конечно, в данной зависимости можно аппроксимировать 2 или 3 экспоненциальной моделью, однако сложно понять, какой физический смысл у получаемых параметров. Согласно литературным данным, неэкспоненциальность флуоресценции молекул на поверхности обусловлена ее гетерогенностью. На поверхности существуют различные типы силанольных силоксановых групп воды, которые создают адсорбционные центры с энергией взаимодействия с флуорофорами. В частности, для ДБМПФ2, для константы скорости безвозлучательных процессов, этой молекулы характерна сильная зависимость от вязкости растворителя, что связано с тем, что меняется энергия активации вращения фенильных колец. Соответственно, наличие различных центров на поверхности создает распределение энергии взаимодействия флуорофора. И соответствующее распределение энергии активации, что порождает распределение констант фотофизических процессов. В случае, если считать распределение энергии активации Гауссова, это порождает лог нормального распределения констант. И такая модель достаточно хорошо описывает полученные кинетики затухания, причем число параметров в такой модели меньше, чем, допустим, и экспоненциальной зависимости. Измеренные таким образом средние времена жизни флуоресценции флуорофора ДБМПФ2 на поверхности значительно больше, чем времена жизни в растворе. Рассчитанные из измеренного квантового выхода значения излучательных констанций совпадают со значением в растворе, а безизлучательные почти на порядок меньше, что подтвердает то, что гипотеза о том, что на поверхности вращение фенильных колец подавляется. В насыщенных парах также наблюдаются неэкспоненциальные кинетики, которые хорошо описываются моделью с лог нормальным распределением. При этом, так как спектр флуоресценции отсутствует вклад в самого флуорофора, то эти получаемые средние времена жизни соответствуют эксиплексе. Квантовый выход флуорофора в парах бензола соответствует квантовому выходу в чистом бензоле, а для талуола значительно меньше. Рассчитанные из измеренных квантовых выходов значения безизлучательных констант увеличиваются при переходе от бензола к талуолу, что не соответствует результатам в растворителях и, по-видимому, связаны с тем, что меняется природа безизлучательных процессов на поверхности. В растворе основной вклад в безизлучательный процесс вносит безизлучательный процесс самого флуорофора. Так как он подавляется на поверхности, в безизлучательный процесс начинает уже больший вклад вносить в безизлучательный процесс в состояние с переносом заряда, что делает данные эксиплексы более чувствительной в полярности окружения и потенциала ионизации дона. Основным сигналом датчиков является интенсивность флуоресценции. Поэтому существенным является вопрос о взаимосвязи концентрации в газовой фазе с спорной спектра флуоресценции материала. Исследования, о которых я говорил выше, позволяют предположить схему фотопроцессов, представленную на данном слайде. Исходя из нее, спектр флуоресценции материала является линейной комбинацией спектра флуорофора и эксиплексов с коэффициентами, зависящими от концентрации. Наличие замесенных точек в концентрационных зависимости спектра флуоресценции, а также линейность зависимости, интенсивности флуоресценции, флуорофора в координатах Штерна-Фольмера говорят, что вид зависимости коэффициентов совпадает с выражением, получаемой из формальной кинетической модели. Здесь представлен спектр флуоресценции, порой улучшенных параптолуола при различных концентрациях. Они же представлены разностные спектры, которые получаются путем вычитания спектра при нулевой концентрации. В таком виде данные наиболее удобны для анализа, в таком случае в модели получаются два параметра, это фокус разностных спектр и фактические константы тушения P. Мультивариативный нелинейный фитинг таких данных, то есть на всех длинных волнах, позволяет получить параметры. Здесь представлено сравнение результата фитинга с экспериментальными экспериментальными данными, нуждают хорошее согласие. И эта модель, в принципе, пригодна для описания данных таких эссенциальных материалов. Структура материала исследовалась на примере материалов, полученных методами спруйной печати из наночастиц различных размеров. Для этого нашими коллегами в Анеос РАН были синтезированы наночастицы четырех размеров 15-25-50 с тонн на метров. Наночастицы были охарактеризованы с помощью просвечивающей электронной микроскопии динамического света рассеяния, была оптимизирована концентрация флорофорной поверхности для того, чтобы избежать агрегации. В зависимости от размера наночастиц наблюдается рост удельной поверхности материала. В парах бензола и талола наблюдается небольшой водохромный сдвиг, а также падение относительного квантового выхода эксиплекса. Кроме этого, наблюдается при уменьшении размера наночастиц значительный рост параметра В. Все это можно объяснить двумя причинами. Первая причина заключается в том, что по мере уменьшения размера наночастиц увеличивается число межчастичных контактов и изменяется природа силанольных групп с изолированных на вецинальные. Вторым фактором является, как следует из теоретических работ, зависимость скорости реакции на поверхности наночастиц от их разных. Влияние модификации поверхности следовало на примере наночастиц, модифицированных применителем Лорселана. Синтезированные ранее наночастицы были модифицированы ТМС. Для таких материалов было получено, что спектр эксиплексов и их квадраты выше, это не зависит от размера. Также он наблюдается в зависимости от размера параметра P. Единственным параметром, который меняется, является коэффициент наклона, который можно получить при малых концентрациях. И этот коэффициент наклона, согласно модели, по-видимому определяется тем, изменение его определяется тем, что у нас изменяется константа скорости реакции на поверхности, вот константа равновесия, она меняется. Остальные все параметры, они остаются ниже. Влияние структуры флорофоров следовалось на примере МОК-трех молекул, представленных здесь. Для фторпроизводной наблюдается, в насыщенных парах наблюдаются такие же изменения, как для исходной ДПН-бердола, для диметилпроизводной наблюдается значительное уменьшение отношения квантовых выходов флорофора к эксиплексам, а также потопромный двиг самого субспекта, флоресценция самого флорофора и лексопромный двиг положения максимального к эксиплексам. Коэффициент наклона концентрационных зависимостей для диметилпроизводной значительно меньше, чем для остальных. Для ДПН-бердола, литер и фторпроизводной, что связано как раз с изменениями фотофизических константов. Как отличительной особенностью этих материалов является то, что они могут селективно образовывать эксиплексы с ароматическими соединениями. Кроме этого, спектры самих эксиплексов зависят от потенциала ионизации ДОНа. Эти два факта можно использовать для того, чтобы селективно измерять ароматические вещества в смесях. Здесь представлена структурная схема датчика, построена на основе оптоволокового спектрометра, цвета диода и материала. В основе работы такого материала лежат следующие соображения. Спектр флуоресценции можно представить в виде произведения двух матриц на столбе, в зависимости от концентрации. Первая матрица – это матрица спектров, флуорофора и эксиплексы, а вторая – матрица линейных коэффициентов. И если можно решить обратную задачу, можно найти столбец коэффициентов, в зависимости от концентрации, и по ним рассчитать концентрацию. Решить обратную задачу можно, если матрица хорошо определена, число в условленности здесь порядка 30. То есть задача, в принципе, решается для трех веществ. Особенность данной системы является то, что для того, чтобы получить эти матрицы, вам не нужно делать калибровки сенсора по смесям, то есть вам достаточно сделать калибровки по отдельным веществам. Исходя из найденных спектров, вы можете получить форму матрицы S. Это существенно упрощает работу с таким датчиком. На данном слайде представлен пример работы датчика. Здесь приведены кинетики изменения концентрации бензола, тулуола, тулуола, тулуола в ходе эксперимента. То есть это первый, как менялся в одной и той же экспериментальной чеке, где находился датчик. То есть, как мы видим, что при подаче бензола красным представлены коданные концентрации, а синим измеренные датчики. Как мы видим, при подаче бензола у нас датчик видит изменения только в канале бензола, при подаче тулуола только в канале тулуола, при подаче ксилуола только в канале пароксилола. Соответственно, дальше опять подается бензол, тулол и бензол и их смесь. Как мы видим, при подаче смеси двух компонентов у нас появляются сигналы в обоих каналах. Соответственно, то же самое для трехкомпонентной смеси. Как мы видим, такой датчик позволяет селективно измерять ароматические вещества в трехкомпонентных смесях. Дальнейшим развитием датчика является его муниатюризация на основе многоканальных фотодетектора. То есть, если у нас там был спектрометр с тысячей измеренных каналов, то здесь мы берем, допустим, три канала с оптическими фильтрами, с достаточно широкими спектрами пропускания, пологими характеристиками. И использование такой системы позволяет решить задачу определения двух веществ в смеси. Соответственно, следующим этапом развития датчиков является уже использование оптимизированного набора фильтров с резкими переходными характеристиками и более узкими спектрами. И, собственно говоря, муниатюризация всей электроники в рамках датчика. Вот здесь представлен уже опытный образец, который мы сейчас готовим к промышленной эксплуатации. Выводы они же являются положение его на съемную защиту методами время разрешенной стекционарной спектроскопии, связанной с спектральным свойствами конизиома, модифицированным флорофором ДММ-2 на воздухе, парадензолом, лот-си-олом. Показано, что изменение спектра флуоресценции наблюдаемых флорах ароматических растворителей связано с образованием секретных метафлорофором, адсортированным на поверхности конизиом, и ароматическими молекулами. Определены средние излучательные и беззлучательные константы деактивации ДММ-2, реакцированного доллокола, ксилола на поверхности, с кремизиома. На основании полученных результатов предложена структура рецепторного центра и модель, позволяющая описать изменение спектра флуоресценции и химосенсорного материала при взаимодействии с парами ароматических соединений. Модель позволяет восстановить взаимосвязи между функциональными характеристиками материала и фотофетическими спектрами флорофором, а также ассорбционными характеристиками матрицы. Показано, что структура и химический состав поверхности кремизиома честным образом влияют на образование эксиплексов. Путем модификации поверхности и структуры флорофора можно управлять эффективностью образования эксиплексов, что делает возможной настройкой сенсорных материалов на определение заданных ароматических средств. Разработан метод селективного измерения ароматических веществ на некомпонентных газовых смесях на основе флорофом хемосенсорных материалов и экспериментально продемонстрирована возможность его реализации. Разработан прототип датчика, реализующий данный метод. Спасибо за внимание. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Значит, у нас сейчас время для вопросов. Нам нужно представляться или не надо там? Ну, хорошо, давайте, значит. Тогда, пожалуйста, у кого есть вопросы... Скажите, пожалуйста, вот вы изучали селективность вашего сенсора по отношению, ну, в смеси трех ароматических соединений. Если вот в реальной жизни насколько это важно, чтобы было именно три компонента в этой смеси, насколько могут указать отрицательное влияние на схему вашего определения наличие каких-то других соединений летучих в том, что вы определяете? Тут все определяется близким... близостью спектов экспектов с этими веществами. То есть, в принципе, да, можно ожидать как бы кросс-селективности, например, у бензола спиридина. Но это, так сказать, в промышленных применениях очень редкий случай. Или там, например, у толуола... Ну, ладно, там, у ксилола с каким-нибудь этилбензолом. То есть, все зависит от потенциалонизации и положения спектра. То есть, если спектр какой-то занимает промежуточное положение, то значит, он даст... То такое вещество даст кросс-селективный сигнал в два соответствующих канала. То есть, или это нужно как-то дополнительно исследовать, да? Или просто работать в смеси именно этих трех ароматических соединений, что вы изучали, так? Да, ну, тут как бы невозможно достичь абсолютной селективности. Скорее, важен тот факт, что можно бензол селективно отделить от толола и ксилола. Потому что уже все другие ароматические вещества обладают значительно меньшим по абсолютной величине потенциалом ионизации. То есть, они будут как бы от него отстраиваться. Хорошо, спасибо. А вы все-таки использовали ваши датчики в модели, комбинация паров, а вот в реальной жизни... И в реальной жизни мы тоже проводили, так сказать, множество испытаний. Тут для реальной жизни, так сказать, еще важно, но это уже там есть у нас вопрос в рамках замечаний. Сигарет и длин, допустим. Это совет, скажем, аэрозоль, там еще твердые частички, которые тут... Нет, в реальном датчике для, так сказать, таких систем есть там фильтры, ну, какие-то фильтры и, в общем, частицы вряд ли стоят ожидать. Да, они тут не будут. Мы испытывали там влияние на материал, там, не знаю, ну, стандартных, там, каких-то промышленных газов, аммиака, там, НУ-2, СУ-3, ну, в общем, СУ-2. Ну, в общем, вот такие вещи, которые в промышленной безопасности достаточно часто встречаются и смотрели. Ну, во-первых, интересовало, не будут ли они, собственно говоря, такой материал уничтожать до их наличия, как бы. Вот. Ну, в общем-то, вроде как бы в присутствии этих веществ можно работать. Такое заключение у нас. По результатам таких испытаний, но это уже такие более... то есть у нас есть партнеры, которые занимаются уже практическим применением, и близки, как бы, непосредственно к потребителям, и вот они свои, так сказать, опасения и вопросы нам высказали. Ну, это тут я изложил, скажем так, идеологически, а реальное применение еще требует доработки многих, так сказать, потребительских характеристик, как там диапазон рабочей температуры, диапазон влажности, диапазон давления, при котором все это должно функционировать. Вот. Но это уже, как бы, так сказать, больше такие технические, наверное, подробности, которые я оставил за рамками в этой диссертации. А еще вопрос. Почему вы оставили только два канала определения? Нет, сейчас три. Вот. Два канала, это я показывал, прототип делали. Да. Ну, скажем так, вот если брать вот этот прототип, то, ну, он был, словно говоря, сделан, вот, получить интерференционные фильтры под нужный диапазон, это как бы отдельная такая задача, в общем-то, которую не так, тем более, это они должны быть, ну, это отдельная такая техническая задача, требовавший отдельный решение. То есть мы взяли, условно говоря, доступные пленочные фильтры, то есть вот для кинопромышленности, там, они выпускают, но они вот такие вот характеристики. И, соответственно, когда у вас такие спектры фильтров, вы вот как вот, ну, не хотите, не можете так вот устроить систему, чтобы она разделяла три компонента. Ну, в силу, в силу с вами с вас фильтров. Ну, для вашей системы, чем больше каналов, тем лучше. Чем больше каналов, тем лучше. То есть мы сможем смотреть просто по изменению спектра в новой эссенции, да, вам не нужна абсолютно интенсивность в таком случае. центр радиометрический. Тем лучше каналов, тем лучше. Ну, тут вопрос, так сказать, соотношение цена-качество. Вот, если вы делаете на спектрометре, у датчика будет одна цена, если делать на основе фотодиоды, это другая цена. И, в общем, тут вопрос уже, как бы, скорее, в коммерческой плоскости лежит. Какие должны быть характеристики у датчика и по какой цене. Ну, сами понимаете. А что, у вас же тут есть какая-то постоянная часть датчика, да, и расходный материал. Ну, мы сейчас хотим сделать, есть материал, есть, да, постоянная часть опция электронной схемы. Ну, вот, исходя вот в этом, датчике заложено идеологией, что он, как бы, будет иметь ресурс, там, где-то полтора-два года работы. Вот, и, соответственно, после этого они сменят. Меняется сам дальше. Да, меняется сам дальше. Ну, это просто, это просто, как бы, в рамках той идеологии, которая сейчас существует в промышленности. Потому что у них, там, сейчас они используют электрохимические датчики, приборы, у них, там, такой вот, пробслужба, порядка года, там, и, соответственно, они их меняют. Вот, это же, так сказать, можно делать по-разному, можно делать по-разному, это уже диктует логика тех, вот, работает с этим непосредственно. Ну, как бы, нам сказали, вот, вот, давайте, ну, вот, такой надо датчик, чтобы с таким сроком службы и с ТМ. Ну, с характеристиками, вот, есть там слайдные характеристики, датчики, которые сейчас ссоры. Вот, с таким сроком службы и с такими характеристиками. Вот он, он интересен. Вот мы, соответственно, над этим работаем. Насколько вы к этому? Это запросы, да? Ну, это тот из-за того, который может быть, тот из-за того, опытный образец, на котором мы сейчас работаем, должен соответствовать. Ну, мы близки, вроде как, даже вроде как соответствуем, но еще опытно-промышленных эксплуатаций мы никак не доберемся. Ну, много, чисто технических сложностей, потому что, условно говоря, у меня, наверное, в кусте, мне, я принес, в принципе, вот электронику, ну, все же, в принципе, как бы, самая разработка вот этой электроники, это просто некий, некий трудоемкий, тянущийся дошла, что это давно уже процесс. Ну, не мы ее разработаем, наш партнер, вот, но сейчас вроде как уже, вот, почти все готово. Ну, тут, как бы, как сказать, наука – это наука, а когда дело уже начинает докасаться внедрить, внедрение, использование, там, там много, скажем так, всяких нюансов возникает, и сложно сказать, что и когда из этого получится. Ну, пока работаем. То есть… Так, спасибо. А вот, кто у нас в зуме, может, у них есть вопросы? Просто мы не видим реакцию, условно говоря. Видим поднятые руки. Видим поднятые руки или какой-то. Может, хотите что-то спросить, а вы не даем вам? Нет, ну, я могу сказать, но, скорее всего, наверное, это вопрос, уже не вопрос будет, а некая дискуссия, потому что… пока у нас дискуссия не дошла, пока у нас вопросы. Да, вопросов у меня, например, то есть, я все внимательно слушаю, я, конечно, хорошо знаю, значит, вот то, что сделал конкретно Дмитрий, более-менее, и поэтому, в общем-то, так сказать, вопросов у меня нету по существу, потому что, ну, уже и диссертацию читали, так же. Ну, давайте мы тогда в дискуссии, там, соответствующий по регламенту в период времени оставим, а пока… Значит, у меня вот такой вопрос, а могли бы вот где слайды 11-12 вернуться? Ну, да, вот где надо частицы вам синтезировали, а как синтезировали? Это коллоидный синтезировал? А какова роль тогда тут стабилизатора, вот, скажем так? Я помню, по методу стобера, я вот тут, честно говоря, не очень. Но они, вот у вас меняется там, ну, скажем так, в 6 раз, да, размер, а форма остается все равно такая, да? Там есть фотографии, но единственное, что для самых маленьких наночастиц, которые размером 15 нанометров, вот на в теме показал это и наблюдается их какая-то коагуляция небольшая, то есть они там парами слипаются, ну, вот, в общем, есть такой момент, то есть, а для 20 аси, ну, вот он тут проведен, они достаточно все единичные. А спектр не меняется, да? То есть тут никаких там квантово-размерных эффектов не наблюдаем, сюда еще прессит, размером. Это же, ну, они же не сами светятся, светится флуорофор на их поверхности, поэтому спектр не получает, не получает. Не меняется, это меняется. Спасибо. Так, есть еще вопросы? Да, Илья Абертович, пожалуйста. Я прошу прощения, хотел бы вернуться к датчику и его сроку службы, вот тот срок службы, который вы озвучиваете порядка года, это без замены активного участия? То есть это можно на одном? Да, ну, тут есть всякие, скажем так, хитрости, то есть вы там вы можете для того, чтобы получить большой срок службы, вы используете схему измерения с большой скважностью и очень короткой длительностью импульса, там, порядка десятков микросекунд, то есть это все измеряется. Ну, то есть вся сложность электроники как раз состоит в том, что тут 16-битный АЦП, то есть и который работает там микросекундом диапазоне. и соответственно все это, ну, то есть процессор, который мы используем, как раз там буквально, вот, когда мы стали делать эту электронику, он вот только появится, то есть у нас там, условно говоря, было даже в начале, пред, насколько я понимаю, вот наших электрончиков, предсерийной, какая-то партия первая, с которой мы работаем. В общем, нет, скорее больше, это стало химической стабильностью, материал, то есть не происходит беззанцов. Ну, химическая стабильность это такой отдельный вопрос, вот есть два момента, которые важны, это фотохимия, этой штуки, ну, это с помощью, так сказать, скважности. это понятно. А второй вопрос, это, да, это стабильность, и основная проблема это гидролиз, соединение, ну, в химии, высокой энергии, да, кстати, ну, то есть это есть такая проблема, но для этого надо правильно матрицу подобрать, чтобы, собственно говоря, у вас там вода как можно ее меньше адсорбировалась, то есть тут такая проблема, сделать вот такую матрицу, которая будет хорошо сарбировать бензол, но плохо воду, это, но проблема же в чем, что если вы уменьшаете энергию адсорбции воды, вы уменьшаете энергию адсорбции всего, то есть можно поменять соотношение воды и бензола, но при этом как бы бензол там тоже слагает, ну, там вода упадет 100 раз, а бензол в 10, ну и в общем, тут вот подобрать такую модификацию, это еще тоже отдельный вопрос, как, ну, и тут, в общем, вот, так сказать, это уже в области как, прикладных исследований, дальше, начиная, какие, какие конкретно молекулы и модификации подобрать, как раз, как раз, как раз, как раз, вот через эти, Дмитрий Сергеевич, у меня такой вопрос, ну, вопрос, один год или два года работает вот сама активная, он как бы, ну, при этой концентрации, да, скажем так, но ответ ведь не в этом, да, то есть мы должны как бы определить там, ну, сколько активных центров занято будет уже, да, и там, условно говоря, если остается 10%, то датчик не работает. Ну, тут, тут проблема, просто я говорю, цифра в один год, она, в общем-то, ну, как-то так, это, оторвана от понимания, мне кажется. Тут, ну, условно говоря, вот сколько должно остаться незанятых активных центров на поверхности, чтобы датчик еще кое-как функционировал. мы ориентируемся там где-то по тому времени, за который сигнал там в три раза где-то падает, то есть там остается треть активных центров. Треть активных центров, да, хорошо, было понятно. Спасибо. Так, еще вопросы? А элементарные процессы вот сформирования секрекса вы как-то пытались изучать, разделить возникновение самого секрекса, то есть комплексы встречи, там, обратный перенос, нет, это, так сказать, не было такой возможности, просто тут есть определенные сложности, найти такую установку, где бы можно было мерить время разрешенные процессы и одновременно подавать пары, это как бы такого, а у нас, она появилась буквально год назад, то есть, условно говоря, это следующий уже шаг, это как раз то, чем возможно, можно продолжать это в научном плане, можно этим заниматься, именно как раз исследовать, действительно ли там какие-то есть эффекты, связанные с изменением кинетических констант, о которых я говорил, или может быть это какие-то другие факторы, которые, ну, собственно говоря, надо выявить. Кстати говоря, можно отвлечься от поверхностных явлений, вернуться в объем, сами процессы просто интересные формирования этого инцикликса, ну, допустим, можно предложить что-нибудь поиграть, я просто, когда смотрю ваши рассуждения про полярные и неполярные исследования, у меня в голове приходит мысль про то, как попытаться ли разделить процессы действительно в формировании комплекса встречи там из переноса заряда, попробовать поймать клеточный эффект, меняя вязкость в неполярной среде это легко сделать, если взять апатет изооктану, например, до большей порции минерального масла для лекарственной эксклюзии, и там очень легко разделить интересную вещь. Тут можно что сказать, что есть достаточно большой пласт работ по исследованию эксиплексов в растворах, но не на этой системе, а на циано-антрацения, различных производных и это много исследователей достаточно приложило к этому по этой молекуле в растворах тоже есть одна диссертация в 94-м году защищенная в Канаде, где они как раз пытались, но они к сожалению досконально только в неполярном растворителе исследовали и так слегка поверхностного циано-нитрилия. Ну и конечно время разрешенные вещи там мало сделаны именно для этой молекулы. А кислород и низок это ничего? Ну там маленькие времена жизни. Просто вот у классических эксиплексов с производными циано-антрацена там же времена жизни порядка 15 наносекунд самого циано-антрацена этих, и поэтому они достаточно хорошо тушатся, как и эксиплекс. В принципе я думаю что когда вы берете более сильные доноры чем бензоловы производные там уже сложно там уже начинают КПЗ и сложно это разделять но времена жизни становится больше и там может быть эффект связан с кислородом но для этой молекулы так как все мало кислород слабо влияет это хорошо в нашем случае так еще вопросы есть ну мне кажется что мы достаточно Дмитрия Сергеевича спросили теперь если вопросов нет я тогда предоставляю слово ученому секретарю Юрию Матвеевичу пожалуйста спасибо я зачитаю заключение членов диссертационного совета и другие заключения заключение по содержанию диссертации Козюхина Сергея Александровича доктора химических наук профессора главного научного сотрудника института общей глинии органической химии имени Курнакова Российской Академии наук заключение отмечается актуальность тематики диссертации научная новизна выносимых на защиту результатов теоретическая и практическая значимость работы полнота опубликования основных результатов диссертации вопросов и замечания первое один и тот же рисунок рисунок 1а в автореферате и рисунок 31 в диссертации различаются значениями по оси абсцисс соответственно если читать только автореферат то рисунок 1 вызывает вопросы второе автор не обсуждает конкретно в цифрах чувствительность хемосенсорного материала созданного по итогам данных исследований третье на многих рисунках в тексте диссертации прежде всего это касается литературного обзора отсутствуют ссылки на работы из которых эти рисунки взяты как правило это некие сканы четвертое на рисунке 75 в диссертации непонятно что такое обозначено цифрой 6 на рисунке 5 очевидно что фактически при эксплуатации аналит накапливается в сенсорном слой что приводит к изменению его массы а зачастую физико-химических свойств используемый подход к считыванию сигналов материалов основанный на измерении фотолюминесценции теоретически позволяет считывать информацию с одного рецепторного центра и является одним из наиболее чувствительных фактически вопрос стоит так насколько долго датчик будет работать время жизни и соответственно сколько будет стоить такой сенсор данные замечания носят рекомендательный характер и не снижают общего положительного впечатления от диссертации оценивать диссертацию в целом можно сказать что она представляет собой выполненное на высоком уровне законченное научное исследование посвященное актуальным вопросам изучения возбужденных комплексов на основе бета-дикетонатов дифторида-бора методами флуоресцентной спектроскопии исследования физико-химических свойств и применению в качестве химосенсорных материалов для определения бензола и его производных в работе получены фундаментальные научные результаты представляющие несомненный интерес для физической химии комплексных соединений диссертации ионова удовлетворяет требованиям положения присуждения ученых степеней МФТИ и паспорту специальности 02004 физическая химия заключение по содержанию диссертации разумова Владимира Федоровича доктора физико-математических наук члена корреспондента российской академии наук профессора заведующего лабораторией фотоники квантово-размерных структур МФТИ В заключении отмечается актуальность тематики диссертации научная новизна выносимых на защиту результатов теоретическая и практическая значимость работы полнота опубликования основных результатов Вопросы и замечания В главе 3 на схеме представленной на рисунке 30 не указаны процессы связанные с треклетными состояниями донора акцептора и эксиплекс в целом автору стоило более четко указать на отсутствие колебательных переходов спектре флуоресценции и суммировать исследуемых соединений Сделанные замечания не носят принципиального характера и не снижают общей положительной оценки работы Рассматриваемая диссертация является законченным научным исследованием посвященным конструированию исследованию флуоресцентных химосенсорных материалов и выполнена на высоком уровне Диссертация Ионова удовлетворяет требования положения МФТИ и паспорту специальности 02004 физическая химия заключение по содержанию диссертации Будыки Михаила Федоровича доктора химических наук профессора заведующего лабораторией органической супрамолекулярной фотохимии института проблем химической физики Российской академии наук заключение отмечается актуальность тематики диссертации научная новизна результатов теоретическая и практическая значимость работы полнота опубликования основных результатов вопросы и замечания 1. Отсутствует список сокращений что затрудняет чтение диссертации в подписи к рисунку 19 указано слева справа а на самом рисунке вверху внизу на рисунке 32а спектр образца в отсутствии паров показан красной линии а на врезке синей линии на рисунке 32b нет пунктирной линии которая указана в подписи страница 75 взаимодействие контактной пары ДБМБ Ф2 с ароматическими молекулами вероятно имеется ввиду взаимодействие ДБМБ Ф2 с ароматической молекулой в контактной паре а не взаимодействие контактной пары с другими ароматическими молекулами страница 76 константы скорости реакции зависит от концентрации реагентов тогда по определению их нельзя назвать константами страница 79 квантовый выход фуоресценции эксиплекса понимается как отношение полного количества образованных эксиплексов к числу изучивших эксиплексов вероятно наоборот на рисунке 64 65 обозначение на рисунках не соответствует подписям страница 155 чем меньше сродство электронного акцептора тем образование эксиплексов термодинамически более выгодно реально согласно уравнению Велера чем больше сродство электронного тем выгоднее приведенные замечания не влияют на общую положительную оценку работы и достоверность ее основных выводов диссертационная работа Ионова выполнена на высоком экспериментальном уровне и является завершенным исследованием автореферат полностью отражает содержание диссертации а диссертация полностью удовлетворяет требованиям положения присуждения ученых степеней МФТИ и паспорту специальности 02004 физическая химия заключение по содержанию диссертации Тайдакова Ильи Викторовича доктора химических наук ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной спектроскопии именивцентных материалов физического института имени Лебедева Российской Академии Наук заключение отмечается актуальность тематики диссертации научная новизна выносимых на защиту результатов теоретическая и практическая значимость диссертационной работы полнота опубликования основных результатов вопросы и замечания в разделе 4.4 представлены результаты сравнительных исследований сенсорных материалов на основе трех фуорофоров с различными заместителями из текста диссертации до конца непонятно обоснование выбора рассматриваемых соединений если цель исследования является выяснение роли электронно-донорных и электронно-акцепторных групп в пароположении ДБМБФ2 возможно следовало рассмотреть соединения с более сильными электронно-донорными и электронно-акцепторными группами общая характеристика диссертации представлены диссертационной работой является завершенным квалификационным исследованием затрагивающим актуальную тему, имеющим теоретическую и практическую значимость. Диссертация ИОНа удовлетворяет требованиям положения присуждения ученых степеней ФТИ и паспорту специальности 02004 физической химии. В заключении по содержанию диссертации Трофимова Алексея Владиславовича, доктора химических наук, заместителя директора по науке Института биохимической физики имени Эммануэля Российской Академии Наук. В заключении отмечается актуальность тематики диссертации, научная новизна, выносимых на защиту результатов, теоретическая и практическая значимость работы, полнота опубликования основных результатов. Вопросы и замечания. Из приведенного в диссертации описания метода измерения не до конца ясно, как разделяются сигналы от разных веществ, если их спектры существенно перекрываются. Непонятно, как влияет, например, концентрация бензола на пределы обнаружения ТОО. Второе. В диссертации ничего не сказано о стабильности работы в предлагаемых сенсорных материалах. Речь идет как о дрейфе нуля нулевого уровня сигнала, так и об изменении чувствительности сенсора во времени, о необходимости делать перекалибровку, поверку и т.д., насколько предлагаемые материалы подходят для работы в реальных условиях при изменяющейся температуре и влажности. Оценивая диссертацию в целом, можно сказать, что она посвящена актуальным вопросам создания хемосенсорных материалов и датчиков, предназначенных для детектирования ароматических сведений, представляет собой законченные научные исследования. В работе представлены оригинальные и получены интересные научные результаты, перспективные с точки зрения практической реализации. Диссертация Ионова полностью удовлетворяет требованиям положения МФТИ и паспорту специальности 02004 физической химии, а ее автор Дмитрий Сергеевич Ионов, безусловно, заслуживает присуждение ему искомо ученой степени кандидата физико-математических наук. В заключении по содержанию диссертации Федорова Юрия Викторовича, доктора химических наук, ведущего научного сотрудника в лаборатории фотоактивных супрамолекулярных систем Института элементов органических соединений имени Несмеянова Российской Академии Наук. В заключении отмечается актуальность тематики диссертации, научная новизна, выносимых на защиту результатов, теоретическая и практическая значимость работы, полнота опубликования основных результатов. Вопросы и замечания. В разделе 3.5 приводится анализ кинетических кривых затуханий флуоресценции, измеренных на двух глинных волн. Параметры аппроксимации кривых затуханий, полученные на различных глинных волн, достаточно сильно отличаются. Чем обусловлено данное различие, возможно, более точные значения можно получить, используя процедуру глобальной аппроксимации всех полученных данных. В целом, диссертация Ионова, посвященная решению актуальных вопросов создания флуоресцентных химосенсоров материалов, является законченным оригинальным исследованиям, выполненным на высоком научном уровне. Научные результаты, полученные диссертантом, имеют существенное значение для развития физической химии, для получения новых типов химосенсоров с флуоресцентным откликом. Диссертация Ионова удовлетворяет требованиям положения присуждения ученых степеней МФТИ и паспорту специальности 02004 «Физическая химия». Далее заключение Федерального государственного учреждения Федерального научно-исследовательства Центра кристаллографии и фотоника Российской Академии наук, где проведена апробация данной работы. В период подготовки диссертации с 2007 года по настоящее время соискатель Ионов Дмитрий Сергеевич работал в Центре фотохимии Центра кристаллографии и фотоника Российской Академии наук. В 2007 году Ионов окончил МФТИ. Тема диссертации является актуальной. Отмечены цели и задачи диссертации в отзыве, основные результаты диссертации. Все результаты диссертации получены лично соискателем при научном руководстве Академии Кауфимова. Отмечена научная новизна работы, практическая значимость, обоснованность и достоверность результатов, которые обеспечены использованием современных экспериментальных методов. Выводы диссертации обоснованы аналитическими расчетами и практической диссертацией путем создания макетов датчиков. Материалы диссертации, опубликованные автором достаточно полно, приводится список работ. Личный вклад соискателя отмечается, в чем он был заключен. Основные результаты докладывались на 7 конференциях. Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 02004 «Физическая химия». Диссертация Ионова рекомендуется к защите на соискании ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 02004 «Физическая химия». В заключении утверждено директором научного Центра крестолографии и фотоника Алексеева. Также имеется отзыв ведущей организации «Фицхаферан». В отзыве ведущей организации описано содержание диссертации по главам. Написано, что в качестве наиболее значимых результатов можно выделить следующее. Четыре результаты выделяются. К основным недостаткам следует отнести. Первое. При рассмотрении природы спектральных изменений, происходящих под воздействием паров ароматических соединений, следовало бы суммировать доказательства их эксиплексной природы. Второе. Поскольку работа посвящена разработке флуоресцентных сенсорных материалов на основе эксиплекса, в литературном обзоре следовало бы уделить больше внимания рассмотрению механизма данного явления. Указанные замечания носят рекомендательный характер и не снижают значимости диссертационной работы Ионова. Содержание диссертации полностью соответствует специальности 02004 физическая химия. Диссертация представляет собой завершенное исследование, имеющее научную и высокую практическую значимость. Работа удовлетворяет требованиям положения присуждения ученой степени кандидата наук МФТИ и заслуживает принятия к защите. А ее автор Ионов Дмитрий Сергеевич присуждение ученой степени кандидата физико-математических наук. Подписано доктор физико-математических наук профессор Трахтенберг и утверждено директором Фицхаффе Российской Академии Наук Наточенко Виктором Андреевичем. Также имеются отзывы на диссертацию Ионова Дмитрия Сергеевича, отзыв Лившица Всеволода Ароновича к доктору химических наук главного научного сотрудника научного центра кристаллографии и фотоника Российской Академии наук. Отзыв положительный, замечаний нет. В отзыве отмечается, что содержание диссертации полностью соответствует специальности. 02004 физическая химия. Работу удовлетворяет требованиям положения к присуждению ученой степени кандидата наук МФТИ. Отзыв на диссертацию Ионова Дмитрия Сергеевича, Мельникова Михаила Яковлевича, доктора химических наук, профессора, заведующего кафедрой химической кинетики Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Отзыв положительный. Поскольку рассматриваемая работа выполнена на стыке ряда направлений современной науки от фотоники молекулярных систем до нанохимии, то естественно по тексту работы возникают частные вопросы, которые могут стать предметом обсуждения при защите диссертации, но при этом не влияют на сделанные в ней принципиальные выводы. Содержание диссертации полностью соответствует паспорту специальности 02004 физическая химия. Диссертация представляет собой завершенное исследование и удовлетворяет требованиям положения присуждения ученой степени кандидата наук МФТИ. Также имеются отзывы на автореферат. Отзыв Пахломова Алексея Александровича, кандидата химических наук, старшего научного сотрудника Института биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова Российской Академии наук. Отзыв положительный, замечаний нет. И отзыв на автореферат Мирочника Анатолия Григорьевича, доктора химических наук, заведующего лабораторией светотрансформирующих материалов Института химии Дальневосточного отделения Российской Академии наук. Отзыв положительный, замечания к автореферату. В таблице 3 приведена удельная площадь поверхности образцов наночастиц, однако не указан метод измерения данной характеристики. Указанное замечание не влияет на общую положительную оценку работы и правильность ее выводов. Диссертация Иона удовлетворяет требования положения присуждения ученых степеней кандидата наук МФТИ и паспорту специальности 02004 физической химии. А ее автор Иона Дмитрий Сергеевич заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 02004 физическая химия. Мирочник. Так, все отзывы. Так, коллеги, есть ли вопросы, причем на мой секретарь? Если вопросов нет и есть желание у Дмитрия Сергеевича ответить на высказанное замечание, то заставляется вам слово. Ну, начнем по порядку. По поводу рисунков я согласен, там действительно при переносе диссертации в автореферат я уменьшил рисунок и там возникла ошибка на все и правильный рисунок в диссертации. То есть провода чувствительности хемосенсорного материала, то чувствительность определяется параметром коэффициентом наклон к концентрационной зависимости, которая приведена в таблице, и параметром по этому делу по большей концентрации. А предельно допустимую концентрацию можно определить, она уже определяется соотношением сигнал-шума и эти зависимости и впили. По поводу рисунков текста диссертации я согласен, но в принципе ссылки на все источники есть в тексте, а под рисунком, да, во многих местах ссылок нет. Это действительно недоработок. На рисунке 75, ну да, там действительно есть ошибка, там не обозначен фото-детектор, который должен обозначен всегда здесь. Очевидно, что фактически про эксплуатацию аналит накапливается в сенсорном слое, приводит к изменению до массы. Используемый подход к считыванию сигналов материалов, что основанные изменения фоторюминецценты теоретически позволяют считываться на улице в центре, является не больше сенсором. Фактически просто это, насколько долго датча будет работать, время жизни, соответственно, только в центре. Но это уже мы вроде как немного обсуждали. Да, мы ответили. Да. То есть я уже сказал, что из два партнера первые это скважность. И соответственно, по поводу стоимости датчика, то она в основном определяется не стоимостью материала, а стоимостью оптико-электронного модуля, который можно сделать, то есть стоимостью всех компонентов электронных, это ключевой вопрос. Материал, в принципе, можно идеологически делать и сменным. Ну да, это как с солнечными батареями, да, где основную стоимость, если это поглощает слое, все. По поводу замечаний на странице 75, взаимодействие именно не контактной пары, а внутри контактной пары. Я согласен, константы скорости реакции зависит от концентрации реагентов. Тут я вот хотел пояснить, да, согласен, наверное, не очень должна формулировка. Рекни, наверное, будет сказать, что константы скорости выражения, получаемых в рамках фрональной кинетической модели, при рассмотрении этой задачи в рамках теории уже дипозионно-контроллеримых реакций, получается, что в таком случае эти константы зависит от концентрации. Ну вот я тут небольшой поясняющий слайд приготовил. То есть, вот часто бывает так, что, ну, что в уравнении Штернерфольм, ну, когда мы следуем тушение, что наблюдается, например, положительное отклонение в концентрационной зависимости в координатах Штернерфольмера, которое возникает из-за того, что у вас в начальном, ну, как бы, те молекулы, у которых тушитель есть рядом, они достаточно быстро тушатся. То есть у вас в реальных теориях дипозионно-контрольных реакциях получается, что константа тушения, транспорта, зависит от времени. Фактически вот можно написать, если вот точно следовать теории, то можно написать выражение для вероятности гибели возбужденного состояния, в которых будет входить константа, зависящая от времени. Вот. И если дальше, исходя из этого уравнения, получить выражение Штернерфольмера, то тут получается константа зависит от концентрации анализированных веществ. Вот. А, собственно говоря, сам вид зависимости определяется тем, как у вас происходит диффузия в системе, ну, и там соотношением, соответственно, коэффициентов диффузии, вот физических констант. Вот. Но там в трехмерном случае это одна зависимость, двухмерная это другая, и, в общем, вот, применяется ли вот такой факт, в который я попытался уложить в рамках нескольких строк. Тут по поводу квантового выхода флуоресценции я согласен, что тут, да, действительно, не знаю, писался. Но по поводу рисунка, да, там есть ошибки, там стрелки неправильно показаны. По поводу сраслака электрона то же самое я абсолютно согласен, тут тоже я писал совместно, соответственно. По поводу, дальше, вот исследований, в разделе представлены результаты сравнительного исследования материалов на основе трех плорофоров. Из текста дифференции никак не до конца понятно обоснование выбора расшматриваемых соединений. Можно ли было исследовать соединения с более сильными донорными акцентрированными группами? Ну, тут, к сожалению, выбор был ограничен в связи с тем, что соединения с более сильными акцентрированными группами на поверхности уже становятся нестабильными. А с более сильными донорными группами, к сожалению, не образуют их секреты. Ну, или образуют, но там, в общем, очень слабые сигналы, и с этим работать нельзя. Поэтому, собственно говоря, остановились на тех соединениях, которые приведены в диссертации. Ну, по поводу схемы и, в целом, суммирования антиплексной природы, то да, я вроде попытался это сделать в ходе доклада, поэтому я прояснил эту ситуацию. По поводу анализа кинетических кривых затуханий флуэсценций, действительно, там получается, что на разных длинных волн параметры немного разные. Это может быть связано с двумя причинами. Во-первых, может быть, наряду с распределением во времена жизни у вас также есть распределение спектр. То есть, ну, на разных длинных волн, ну, есть небольшой сорватокромный эффект, который тоже связан уже над действием поверхности. Поэтому на разных длинных волн будут видны центры с немного разными энергиями взаимодействия. Это один момент. А второй момент, действительно, для того, чтобы разобраться в этом вопросе, более подробно необходимо, конечно, провести измерения на больше длинных волн и сделать глобальный фитинг, тогда станет понятно, что там происходит на самом деле. По поводу, как влияет концентрация различных веществ друг на другом. Ну, в рамках той модели, которую я предлагаю, если у вас концентрации, в том диапазоне концентрации, где цорбцию можно описать из антерма лангмюра, уравнение не изменяется. Соответственно, форму и никакой кросс-селективности быть не должно. Соответственно, если у вас уже начинается, ну, у вас поверхность начинает быть близкой к полному заполнению и у вас уже, так сказать, лангмюр неприменим, то вот в такой ситуации уже начинается, я думаю, что отклонение от этой модели. Ну, начинается, как бы, скажем так, вы все равно можете разложить на спектры бензола, толуоксилола, но у вас как бы коэффициент начинает перед спектрами зависеть не от одной концентрации, а от двух. Вот, и, собственно говоря, тут начинается уже просто селектурность в таком времени. Ну, и дальше то, что я рассказывал когда-то, спектры по поводу близости к самому форму спектрю. Вот. Ну, и да, и, как бы, если, так сказать, в рамках модели лангмюр подходит к насыщению, то у вас также падает эффективно сигнал-шум, и это тоже влияет именно на чувствительность. Однако, вот, как бы, падение сигнал-шума можно компенсировать за счет интенсивности источника. По поводу стабильности дрейфа нуля, ну, по поводу дрейфа нуля, можно сказать, что так как сигнал измерения ратиометрический, то есть меряется фактически соотношение на двух длинных волн, то система слабо подвержена дрейфом нуля, то есть фактически у вас все факторы, связанные с источником, или, там, чувствительность фотодетектора, они, как бы, нивелеты сокращаются. Вот, единственное, вам надо сделать материал и оптимизировать его так, чтобы у вас в ходе его жизни форма спектра не менялась. Для этого надо оптимизировать концентрацию и толщину материала. Для применения в реальных условиях, конечно, нужно оптимизировать поверхностную группу и саму молекулу для того, чтобы у вас была оптимальная чувствительность и время жизни, ну, как бы, и ресурс материала. А площадь поверхности измеряли с методом сорбца и оздота. Все? Спасибо. Все вопросы. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Значит, ну, наверное, мы можем предоставить ему возможность сесть до начала. Значит, сейчас слово должно предоставиться Михаил Владимировичу, да? Он не смог, да? Или он должен был ударен, например, собираться. Алло. Вы можете его включить и спросить. Так, теперь, Михаил Владимирович, я могу сказать несколько? Да, пожалуйста, Михаил Владимирович, мы вас слушаем. Так, дорогие, уважаемые члены диссертационно-ученого совета, Дмитрий Сергеевич и Дима Йонов пришел, на самом деле, после выпуска МФТИ пришел в Сен-Фотохимии довольно давно, сочтил у нас бакалаврскую диссертацию, потом магистерскую, потом был в аспирантуре, но, значит, очень не торопился с защитой диссертации, поэтому мы, собственно говоря, почти 14 лет, ну, я, ждав, что он, наконец, приступит к защите. Теперь, ну, тем не менее, я хочу его характеризовать как человека очень, как очень хорошего ученого. Он обладает одним, значит, качеством. Во-первых, он человек очень обстоятельный. Сегодня, и это заключается в том, что он всегда проблему довольно быстро понимает, видит цель и дальше начинает ее исследовать с разных сторон. Довольно хорошо он владеет и моделированием, ну, вот, с точки зрения кинетики. Великолепный экспериментатор, собственно говоря, все сенсорное направление, он участвовал во всех разработках ключевой техники, которая здесь была. И на сегодня я считаю, что он является таким уже сложившимся специалистом по фотонике супрамолекулярных систем, владеющий как вот теоретическими основами, так и, ну, основными, вот, в первую очередь, спектральными методами исследования таких непростых систем. Как ученый, он инициативный, самостоятельно может ставить задачи и решать их самостоятельно. Скажем так, в работе очень бывает настойчив, довольно легко контактирует со партнерами, и это является одним из его таких важных достоинств. Еще, что его отличает в работе, то, что он всегда пытается в любом явлении физическом увидеть возможный практический результат. И поэтому вот его работа, на самом деле, охватывает не только исследование довольно интересных явлений в сложных системах, которым являются сорпированные красители, где на поверхности сорпируются люминофоры и взаимодействуют с газовой фазой, это сама по себе довольно сложная научная проблема, но и он попытался на основе этих разработок сделать устройство, причем здесь его, значит, не только материал, а и устройство, когда мы реально можем, ну, или реально он мог исследовать уже материал в реальном устройстве на реальных объектах. Ну, и эта работа, вот, прикладная, она была отмечена премией правительства Москвы в 2019 году. Ну, я просто скажу, у меня было много аспирантов, я считаю, что он и людей, которые защищали диссертацию, ну, мне, по крайней мере, он представляется как уже сложившимся ученым. Стиль его работы мне очень нравится, ну, и я надеюсь, что ученый совет достойно оценит его работу сегодня. Спасибо большое вам за внимание. Спасибо, Михаил Владимирович. Может быть, у членов совета есть вопросы к научному руководителю? Ну, хорошо, тогда, если вопросов нет, еще раз спасибо, Михаил Владимирович. Мы переходим к дискуссии, ну, и, насколько я помню, Владимир Федорович, вы хотели, да, что-то сказать в разделе «Дискуссия». Ну, да, я бы так сказал, что мне есть, что сказать, которое... Да, пожалуйста. Да, слышно меня, да? Да, да. Я говорю, да, мне есть, что сказать, как бы, вот, в дискуссии, ну, по нескольким причинам. Одна из них состоит в том, что я очень давно и очень хорошо знаю самого соискателя, вот, и тут уже очень много хороших слов, поэтому на эту тему сказал Михаил Владимирович, так сказать, и даже некоторые, так сказать, некоторые моменты в ее выступлении я тоже хотел отметить, ну, в общем, как бы, здесь, как бы, два есть, два момента. Есть главное преимущество работы и главный его недостаток. Вот если говорить про главный его недостаток, то о нем уже Михаил Владимирович сказал. Оно состоит, на самом деле, как бы, в том, что действительно где мы уже 14 лет, как закончил, значит, Московский физико-технический институт, вот, и, конечно, так сказать, с его потенциалом, так сказать, и потенциалом, который он проявил еще в будущем студентам, вот, и когда я пришел в Центротохильный к нам, так сказать, конечно, это можно было сделать гораздо раньше. Ну, вот, как бы, основное достоинство этой работы, оно состоит, на самом деле, в том, что, вообще-то, говорят, по своей структуре, она довольно необычная. Таких работ мы, вообще-то говоря, на защитах мало, мало вообще встречаем. Вот, оно состоит в том, что здесь, как бы, очень широкий спектр задач, который был поставлен, и он спектр именно в том широкий, что он простирается от, так сказать, фундаментальной идеи, которая, значит, как бы, положено была здесь, до ее воплощения и воплощения ее, ну, по крайней мере, на виде, так сказать, лабораторного устройства, которое не просто, так сказать, устройство, а устройство, которое реально работает, которое реально испытывалось. И, фактически, вот, та дискуссия и вот те отзывы, которые мы сегодня слушали, и замечания, которые там были, они во многом как раз, связаны именно с этим, именно с тем, что, так сказать, вот такой широкий спектр, значит, вот задач, которые здесь были поставлены по своему, так сказать, ну, просто по своему характеру разных, понимаете, этот спектр задач. И, конечно, вот пройти такой путь очень, очень сложно. Вот, можно было, конечно, остановиться это гораздо раньше на этом, так сказать, оставив эту работу вообще в области так вот фундаментальных исследований. Вот, но все-таки это было доведено до такого реального воплощения. И, наверное, здесь, здесь большая, конечно, заслуга и руководителя, который, который, в общем-то, именно так ее, видимо, и поставил, чтобы, так сказать, не просто получить какие-то там фундаментальные результаты, зависимости, а именно, так сказать, почувствовать, как это вообще реально может работать. Это главное его, так сказать, преимущество этой работы. Вот, теперь, если в самом, по самому существу работы, хочу сказать, то тут, то тут вот есть тоже, есть одна важная вещь, которая состоит в том, что, вообще сенсоров-то очень много, принципов, по которым эти сенсоры построены, тоже очень много. Здесь, конечно, был выбран именно люминесцентный, так сказать, люминесцентный принцип этого сенсора. И вот, как бы, есть две разные стратегии получения, так сказать, сенсора. Это, как бы, сенсор, который работает по, как бы, по принципу, так сказать, гашения люминесцентной, то есть уменьшения люминесцентной, так сказать, и принципы, которые работают по, так сказать, принципу, когда у нас наблюдается, так сказать, набор возрастания, значит, люминесцентных характеристик Но в данном случае есть еще одна идея, которая здесь заложена. Это не просто качественные изменения больше и меньше, а это еще и количество измерений, связанных с тем, как меняется сам спектр при взаимодействии с аналитом и как он двигается в своей спектральной области. Это открывает возможности именно селективного определения самых различных аналитов. Принципиально, по крайней мере, это возможно сделать, потому что свойства реминесценции как раз в этом заложены, в такой идее. И Диме удалось в той или иной мере продемонстрировать в своей работе все эти принципы. Там есть ряд примеров, которые позволяют увидеть, как реально можно реализовать стратегию получения самого отклика в реминесцензе характеристики. Там еще есть четвертый принцип, это уже по кинетическим характеристикам реминесцензе, которые можно увидеть. И, конечно, в этом смысле эта работа имеет очень большие перспективы, вообще в принципе, как сама идея. И это тоже отличает эту работу в целом от того, что мы часто слушаем в качестве диссертационных работ, представленных как квалификационные работы. Но, конечно, здесь надо и отметить, можете посмотреть и по списку литературы, конечно, Дима работал в довольно большом коллективе. Там есть много соавторов, которые в той или иной мере сюда вложили свой вклад в это дело, но, тем не менее, это никак не умаляет. Но есть еще один из критериев оценки работы, это вкладка самого диссертанта. И об этом тоже Михаил Дмитриевич очень хорошо сказал, я даже не хочу повторяться, я просто хочу подтвердить, что да, действительно, эта работа, которая сделана и в большом коллективе, так сказать, но, тем не менее, это работа именно Димы Йонова, который, так сказать, прошел этот путь сам, значит, ему, конечно, помогали, но, тем не менее, это его работа. Это показывает и его квалификацию, и то, что он застелил. Поэтому я завершаю свое выступление, хотел бы сказать, что, еще раз сказать, что тут было много замечаний, которые, конечно, несправедливы, так сказать, Дима это отметил, можно было бы еще жестче покритиковать эту работу в этом смысле. Но она, действительно, она в этом смысле так открыта, что и там есть вообще место для критики, всегда хочется сделать лучше, но это, конечно, была бы очень громадная работа. И поэтому у меня нет никаких сомнений, что, так сказать, эту работу, как, значит, следует поддержать и призываю всех, значит, проголосовать за эту работу и пожелать Диме, так сказать, дальнейших успехов в протяжении своей, так сказать, научной карьеры. Спасибо. Спасибо, Владимир Федорович. Есть еще желающие? Ну, я знаю, там, как бы, это немножко, может, выходит, да, с автором? Нет, нормально. Дискуссии могут применять участие. Хорошо, значит, Георгий Юрасик просит слово, мы предоставим, конечно, это слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Дима, здравствуй. Хочу поблагодарить за интересную презентацию, очень хорошая у тебя работа, присоединяюсь к положительным отзывам, это большой труд, который ты сделал. У меня, скорее, формальный вопрос, небольшой. У тебя в презентации предусмотрены слайды с благодарностями, речным вкладом и списком основных публикаций. Такой небольшой вопрос. Ну, в презентации нет, но благодарность я надумаю. В конце скажу, когда мне предоставят уже слово. А, я понял, то есть это будет устно. Да. А личный вклад? Личный вклад, ну, отмечен. Ну, в диссертации, наверное, он отмечен, это вопрос к секретарю, наверное, можно было адресовать. Но, наверное, он слишком длинный список, чтобы его зачитывать вслух, поэтому, ну, понятно, почему. Он не был озвучен, все у меня, тогда вопросов больше нет. Спасибо. Спасибо. Значит, ну, давайте я, в общем-то, тоже на правах председателя скажу, что, несомненно, мне работа очень понравилась и в процессе чтения. Потому что мне всегда нравятся работы, которые начинаются с идеи, материаловедческой части и кончаются. Вот нам показали, наконец, вот готовый сенсор, конечно. Ну, и тут, как бы, не отмечалось, но вот то, что три патента еще есть, плюс к статьям, это, несомненно, большой плюс. Поэтому, в общем-то, работа заслуживает присвоение, конечно, искомой степени. Я буду голосовать за. Так, значит. Сергей Александрович, еще давайте я отвечу на вопрос Георгия. Да, пожалуйста. Личный вклад соискателя отмечен в заключении Центра крестовографии фотоника. Он заключается в следующем. Первое. Проведение анализа формы спектра флуоресценции материалов при экспонировании в парах бензола, тулова и пекси-лова, получение формы спектра флуоресценции эксиплексов. Второе. Анализ оптимальной длины волноводов, предварительное тестирование материалов. Разработка теоретических основ метода измерений, создание датчика, проведение анализа полученных экспериментальных данных. Проведение измерений, разработка физико-химических моделей, наблюдаемых спектральных измерений, анализа экспериментальных данных. В работе 5. Разработка физико-химической модели получения анализа экспериментальных данных, анализ полученных спектральных данных, разработка реализации газовой системы стента и программного обеспечения. В патенте разработка принципов работы устройства. Во втором патенте разработка методов детектирования, проведения экспериментальной проверки. И в работе 17. Полная разработка и создание стенда. Всего 17 работ. Спасибо. Спасибо. Можно еще добавить? Да, пожалуйста. В такую сторону дела работают очень красиво еще, я бы сказал. Она элегантная и изящная, и очень острововленный выбор объектов в десятку. Ну, и, конечно же, в то же самое время она очень трудоемка и крупотлива. Просто работа с такими гетерогенными системами, все знают, насколько трудно достичь воспроизводимости. А уж, конечно, сделать прототип датчика и сами датчики – это высший класс. Я тоже с удовольствием. Спасибо. Ну, давайте мы предоставим заключительное слово Дмитрию Сергеевичу. Спасибо. Ну, в своем заключительном слове я хотел бы выразить благодарность всему коллективу, с которым я работал на протяжении вот всего времени. Это, скажем, началось все с Артема Хлебунова, он с нами тут не присутствует, но он, в общем-то, скажем так, был очень активным человеком, который вы придумаете датчики. Ну, не придумал, а, так сказать, предложил мне и не заниматься, и занимался в начале. С него все это началось. И ему, наверное, спасибо за то, что он это все начал и меня в это все вобрел. Спасибо Вячеславу Александру Сажникову, за который, собственно говоря, нашел эти молекулы и предложил нам с ними работать. А также спасибо всем студентам и аспирантам, которым я за это время с этой системой вместе работал. И отдельное спасибо Егору, который к нам присоединился за его навыки работы с принтерами струйной печати, а также его желанием научиться в фотонике молекул и узнать об этом как можно больше, и желание участвовать в разработке материалов. Конечно, большое спасибо научному руководителю, который все это время поддерживал эту работу, помогал всячески и как морально, так и с финансированием этой работы, потому что, конечно, без этого невозможно было сделать какой-либо реальный объект уже конечный. Спасибо людям, которые занимались непосредственно вопросами, связанными с внедрением и взаимодействием с различными коммерческими организациями, которые могут быть интересованы, потому что, собственно говоря, это достаточно большой путь для того, чтобы дойти до каких-то реальных людей в промышленности, кому может быть это интересно. Потому что, как говорится, готовый продукт нужен всем, а когда у вас есть идея, то, в общем, это редкая ситуация, кажется, когда кто-то из реальной промышленности на таком уровне начинает с вами работать, и это всегда, наверное, большая задача. Ну, и хотел поблагодарить свою семью, супругу, детей за то, что они меня все это время поддерживали. И, конечно же, членов диссертационного совета, которые пришли сегодня, поучаствовали во всем в этой дискуссии, взяли на себя труд ознакомиться с моей диссертацией. Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Значит, присаживайтесь. Значит, нам нужно выбрать счетную комиссию. Какие у нас варианты, Юрий Матвич? Методовы исключения у нас предложения Тайдаков Илья Викторович, Трофимов Алексеев Владиславович, Федоров Юрьевич. Присутствующие здесь. Да, присутствующие здесь. Значит, мы не будем голосовать, да? Нет, нет, обязательно. Обязательно, давайте тогда проголосовать. Кто за такую выжданную? Так. Ваним Федорович, за счетную комиссию. За счетную комиссию надо проголосовать. Михаил Федорович, руку, просьба поднимите. Поднять руку. Михаил Федорович. Михаил Федорович, руку поднимите, чтобы мы видели. На видео. А, все, все, все за. Значит, ну теперь... Приступает к работе. Да, приступает к работе. Нас на несколько минут оставить. Так. Вы выбираете председателя. Голосование завершилось, и мы предоставляем слово председателю счетной комиссии. Глубоко уважаемые коллеги, комиссия в составе Трофимова, Тридокова и Федорова провела подсчет голосов по присуждению ученой степени кандидата физико-математических наук Ионову Дмитрию Сергеевичу по специальности физическая химия. Процедура голосования была проведена в трогом соответствии с требованиями положения о присуждении ученой степени кандидата науку, ученой степени кандидата науку, ученой степени доктора науку УФТИ. Общее количество бюллетеней 6, из них роздано 6, в том числе бюллетеней для удаленного участника заседания 2. Не роздано 0. Результаты голосования членам диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени. за 6, против 0, воздержался 0, недействительный бюллетеней 0. Утвердить голосование. Значит, вопросы есть к председателю? Нет. Нет, тогда нам нужно утвердить результаты голосования. Протокола. И протокола, да, открытым голосованием. Да, пожалуйста, давайте проголосуем. Так, Владимир Федорович. Владимир Федорович, да. Значит, все утверждено. Значит, и последнее у нас, это проект заключения, который был роздан. Значит, у кого есть замечания по проекту заключения? Есть технические замечания, есть опечатки. Я отметил. Хорошо, значит, если они носят технический характер, то, наверное, Матвевич, мы там подкорректируем. Если только технические. Да, по сути, нету. Ну, все, значит, тогда все формальные процедуры у нас соблюдены. Соблюдены. Не удалось? Надо утвердить. Давайте утвердим, да. Протокол. Открытым голосованием. Открытым голосованием. Открытым голосованием.